Из 100 тысяч человек, живущих на Алтае, 5,5 тысяч больные. Болезнь это называется ожирение. Алтайский край возглавил рейтинг среди регионов страны по количеству таких больных. Как мы докатились, теперь уже почти в прямом смысле, до такой жизни. И можно ли изменить ситуацию, поговорим сегодня в студии. У нас в гостях детский гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь и эндокринолог, кандидат медицинских наук Инна Вейцман. Здравствуйте, рада вас видеть. Как мы докатились до такой статистики, это первый мой вопрос, потому что в 2016 году я изучала, мы были на пятом месте. Теперь уже на первом, дальше некуда. Инна, Денис. На самом деле у каждой медали две стороны. Первая, это конечно ожирение растет, однозначно растет оно по всей России. И второй вопрос, это статистика. То есть Алтайский край начал шифровать больше, замечать больше ожирения. И таким образом мы оказались в лидерах, собственно говоря, в цифрах. А так, если мы пересчитаем, это 5% населения, это средняя европейская цифра ожирения. А как так мы начали больше выявлять людей с ожирением? Потому что тот же Онищенко, бывший руководитель Роспотребнадзора, именно на это и сетует, говорит, виноваты медики. Здесь не можно согласиться абсолютно. Просто, знаете, кто-то не выносит, как основной диагноз ожирения, в диагноз толстый толстый. В Центральной России не выносят, получается, да? Да, то есть по поесть слова нет, так, грубо говоря, можно сказать. А здесь в диагноз вынесли и поставили шифр. И это статистически учли. И поэтому мы выбились в лидеры. Мы, получается, говорим чаще правду людям в лицо. Да, мы сказали, ты толстый. А что лежит в основе ожирения, если говорить ожирения по-алтайски? Потому что тот же Геннадий Онищенко, бывший руководитель Роспотребнадзора, говорит, что у нас нет в крае ни национальных, ни этнических особенностей, которые бы к этому ожирению ввели. Вот что лежит в основе? В первую очередь, особенности нашего питания. Мы неоднократно говорили, что у нас регион бедный. И особенности нашего бедного питания приводят к тому, что мы толстые. Потому что бедность питания предрасполагает, что мы едим высоко калорийную и не всегда качественную пищу. В первую очередь, это преобладание углеводов и жиров. Я немножко продолжу, Денис, абсолютно согласна. Когда ко мне приходят пациенты и говорят, у меня, наверное, гормональный сбой, я хочу сказать так, по статистике, по доказательной базе. 5% только ожирения связано с эндокринными проблемами, а 95% – это элементарный пищевой фактор. Поэтому как раз питание, оно в первую очередь накапливает жировую ткань. А основная пища наших людей какая получается? Основная пища – это картофель, это макароны, это выпечка. Если посмотреть, допустим, продуктовую корзину, то есть просто-напросто в магазине посмотреть в корзину покупателей, людей, то, что они туда укладывают. Это как раз макароны, полуфабрикаты – это замороженные пельмени, замороженная пицца, это очень много майонезов, это очень много сладких напитков, сладкие газированные напитки, это соки в тетропаках. То, что как раз из корзины надо бы выкладывать. То, что из корзины надо бы выкладывать. К сожалению, очень мало натуральных фруктов, овощей. Ну, потому что они дорогие, получается, в этом причина тоже, да? Отчасти. Знаете, я вам тоже приведу пример на своих студентов. Студенты практически все имеют нормальную массу тела, и я вижу, как они питаются. На перерывах одни шоколадки, фрукты редко, когда увидишь. И мы с ними проводили анализ их питания за неделю. Фастфуды преобладают. То есть у молодого поколения с нормальной массой тела. Естественно, это, я всегда говорю, это депозит. Они закладывают в себя депозит, который когда-то будет как раз ожирением. А пока они более-менее стройные, но им повезло, наверное, в этой ситуации. Пока готовилась к интервью, узнала, что если по ожирению среди взрослых у нас статистика ведется регулярно, то по детям такой статистики нет. Как обстоят дела у нас с детским ожирением в крае, Денис? Ну, к сожалению, я не могу дать таких точных цифр, потому что реально нету... Не ведется такая статистика, получается. И здесь проблема еще в чем? В том, что резервы детского организма немножко другие, не такие, как у взрослого. Проблема есть, потому что проблема детского питания достаточно велика. Ведь взрослые формируют пищевой рацион ребенка. Взрослые едят сами неправильно, и они это неправильное питание закладывают ребенку. Есть такая концепция пищевого программирования и концепция тысячи дней. То есть как кормить ребенка в первые 2-3 года, так он будет питаться в последующем. И метаболический рикошет и метаболическая память. Вот то, что мы заложили ребенку в первые 2-3 года, это тот момент, когда ребенок интенсивно растет. У него траты в этот момент большие, но его метаболизм программируется на ожирение. В этот момент он худенький, он стройненький, но в определенный момент он начнет толстеть. Потому что его организм запомнил, что ему поступает много жира, много сахара. И вот здесь возникает большая всегда дискуссия, вплоть до некоторых таких войн с родителями, когда вводишь ребенку прикорм. Всегда хотят ввести ребенку вперед сок, фрукты, а не кашу и овощи. Сейчас обсуждали активно на заседаниях Союза педиатров России программу, национальную программу питания детей первого года жизни. И там уже четко договорили, что в первый год жизни не давать детям сока. А как же вкусняшка? То есть первое, что дают родители ребенку попробовать, это сок. А сок – это сахар. А дальше можно, то есть после первого года? После года. После года можно уже давать сока немного. Все-таки получается, виноваты родители или педиатры, которые тоже, мне кажется, не всегда замечают, что ребенок, ну, пухлый он, ну и нормально. Двойная проблема. Родители, потому что они пытаются накормить ребенка, педиатры, потому что они не всегда объясняют, как правильно кормить ребенка. А к чему ведет детское ожирение? Давайте еще раз напомним. Да, я скажу, ожирение детства, оно всегда приводит к ожирению взрослого человека. Но тот очень важный момент. В детском возрасте формируется количество жировых клеток. В детском возрасте они могут еще быть не наполнены жиром намного. А вот во взрослом возрасте у нас имеется у человека несколько таких этапов, когда метаболизм изменяется. Это пубертатный период, то есть период взросления, это беременность у женщины, и это климактерический период у женщины или андродефицит у мужчин. В этот момент те клетки, которые были созданы в детском возрасте, как раз наполняются жиром. И когда мы худеем, мы не уменьшаем количество клеток, мы из них жир убираем, а количество клеток остается. Поэтому чем больше клеток накапливается в детском возрасте, тем больше пользуемся мы во взрослом возрасте. И похудеть всегда труднее, если ребенок был с детства условно пухленьким, избыточной массой тела и так далее. То есть главное все-таки родители и педиатры сейчас, я поняла, которые должны обращать внимание, чтобы у нас уже взрослые были стройными людьми. Не так давно была такая инициатива, мы, по-моему, и нас с вами общались на эту тему, делали сюжет о том, что в Японии людей штрафуют за талию больше 90 сантиметров. Инициатива у нас в России, конечно, не прижилась. А вот действительно ли размер талии нужно регулярно измерять? Чтобы понять, все, конец, начинаем заниматься собой. Талия очень важна. На самом деле, если вот талия выходит за пределы у женщин 80 сантиметров, у мужчин 94, это уже накопление жировой ткани, гормонально активный жир живота. В норме у здорового человека сальник, то есть это та жировая ткань, которая содержится в брюшной полости, весит всего полтора килограмма. Всего полтора килограмма. Как только становится больше его, а у некоторых у нас до 13 килограмм сальник, и даже больше, то есть это огромное количество жира в животе, это гормонально активный. Здесь уже можно ожидать развития метаболически так называемого нездорового ожирения, приводящего к болезням. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет и так далее. То есть человек может быть с худыми конечностями, но как только начинает расти живот, это говорит о том, что уже нарушается метаболит. То есть меряем талию? Обязательно. Все регулярно, ну кроме детей, я так понимаю, потому что у детей там не установлено. Там немножко другие пропорции, да, там сложно это измерить. Но тем не менее у детей тоже мы регулярно оцениваем физическое развитие. Это очень важно, когда мы сопоставляем рост и массу друг с другом, когда мы подсчитываем ряд индексов, мы смотрим, как развивается ребенок. Мы должны это делать регулярно у детей любого возраста, потому что это показатель здоровья. Это интегративный показатель. И мы своих студентов обязательно учим оценивать физическое развитие у детей. А как вообще будем менять статистику? Вот на первом месте. Я же понимаю, что статистику надо менять. Реже выявлять это, как делают в регионах, или что? Знаете, я вот всегда говорю, вот это лично мое мнение. Показатель здоровья нации – это плотность пивных магазинов и аптек на квадратный километр. У нас в Барнауле они зашкаливают, так скажем. Пока у нас будет вот окружающая среда, способствующая накоплению веса, мы можем, конечно, исправить статистику, не шифруя ожирение, что, в общем-то, и делается в регионах. Но ведь от реальности отойти никто не сможет. И будут те же смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от сахарного диабета и так далее. То есть здесь надо менять ситуацию в корне, так скажем. Не только сознание человека, безусловно, и некие рычаги, которые должны не способствовать набору веса. Денис, а вы как читаете? Я абсолютно согласен. Мы можем не шифровать, статистика изменится, а реальная ситуация-то не поменяется. И вот в заключении хотела вас спросить. Вы оба люди стройные. Что кушаете? Чем питаетесь? От чего отказываетесь? В тупик. Ну, знаете, я скажу так, что есть можно, наверное, все, но исключая очень плохие продукты. Или может быть спортивный образ жизни. В небольших все-таки порциях. То есть человеку требуется немного, на самом деле, питания. И, конечно, их надо расходовать. То есть образ жизни, ну, по крайней мере, движение должно быть. Мне кажется, что вот так. А вы, Денис? Я стараюсь есть натуральные продукты. Да, я ем жирно, но я ем жир, который натуральный, то есть не спорит. Я стараюсь не есть фастфуд, но иногда он бывает. Я ем по режиму. То есть все-таки маленькими порциями, как можно чаще, и желательно натуральные. И сразу расходовать. И расход. И расходовать. Ну, я думаю, еще раз нас посмотрели, послушали. Может быть, кто-то сделает для себя какие-то выводы. Ну, и у нас в России должны все-таки решить, что делать с тем, что вы сказали, Инна, с пивом и со всем остальным. Большое спасибо вам. А я напомню, что в гостях у нас сегодня были детские гастроэнтерологи, кандидат медицинских наук Денис Фоголя, эндокринолог, кандидат медицинских наук Инна Вейц. Мы наговорили мы об ожирении.